Еще одним очень важным отличием нового ядра D7 от старого ядра является наличие URM. Что такое URM? По-английски это звучит как Object Relation Mapping. Это технология программирования, которая позволяет связать базу данных с концептами объектно-ориентированных языков программирования, создавая виртуальную объектную базу данных. Более подробно про URM вы можете почитать в интернете. Я не буду на этом здесь останавливаться. URM придумал не Bittrex, он использовал технологию URM в своем новом ядре D7. Поэтому, если вы не знаете, что такое URM, рекомендую сначала почитать теорию, а потом смотреть видео дальше. Продолжим. Итак, новое ядро D7 содержит в своем составе URM. Что это нам дает? Во-первых, это дает единообразный вызов API, реализованных на URM. В старом ядре, например, функция GetList для элемента информационного блока и пользователей имела разный набор параметров. Разные сущности имели разные наборы событий. Это создавало определенные неудобства. Приходилось помнить особенности вызовов методов. Искать, имеется ли событие на эти операции или нет. В случае сущности URM вы гарантированно можете рассчитывать на стандартный набор методов API. Такие как GetList, Update, Add, Delete. А параметры, передаваемые в эти методы, жестко стандартизированы. Также у любой сущности URM имеется 9 событий. То есть вам не нужно лезть в документацию, в исходные коды. Если это сущность URM, то вы можете зарегистрировать свой обработчик на любой из 9 событий. При этом абсолютно не важно, это сущность URM ядра Битрикса или другого разработчика. Плюс ко всему этому нет никаких умолчаний, которые вы могли бы встретить в старом ядре на случай, если вы передали некорректные данные или не передали обязательные к передаче данные. В этом случае произойдет без вариантов. Ошибка. И вы ее сразу заметите и исправите свой код. Во-вторых, это совершенно другой подход к работе с объектами, хранимых в базе данных. Теперь разработчики пишут не на уровне базы данных, а на уровне бизнес-логики. То есть вы можете абстрагироваться от фактической структуры хранения данных в базе данных и работать уже на более высоком уровне, решая непосредственно задачу клиента, бизнеса, сайта, оставив всю низкоуровневую логику работы ядра URM. Вас больше не будет беспокоить, сколькими таблицами и какими связями между собой реализована та или иная сущность. Это вам дает возможность писать код более быстро и решать непосредственно перед вами поставленные задачи. Не занимайся интерпретацией сдачи на уровень кода. Вам достаточно всего лишь один раз описать структуру хранения данных и все. И рассмотрим все это более подробно.